Буквально недавно Владимир Спиваков отметил свое 70-летие. От имени сочинцев с юбилеем маэстро поздравил глава города Анатолий Пахомов. Мэр отметил, что в том числе и благодаря Филармоническому оркестру России у сочинских ценителей музыки появилась еще одна возможность приобщиться к высокому искусству. Сочинцы действительно очень серьезно стали разбираться в искусстве, в музыке. И мы видим, что и наши фестивали Юрия Башмета, и фестиваль Игоря Блутмана, и Дениса Мацуева, и Валерия Гергиева, и Владимира Спивакова это настоящий праздник для наших горожан, праздник души. И то, что они закрепились здесь, в Сочи, и стали постоянно пропиской, это, конечно, очень здорово. Мы очень гордимся этим. Для любителей классической музыки в Зимнем театре прошло два концерта «Русские гении», где прозвучали известные филармонические произведения Рахманинова и Чайковского, и «Вива опера», в рамках которого гости фестиваля Владимир Спиваков приглашает, насладились ариями из опер «Рассини», «Беллини», «Верди», «Гуно» и «Бизе». Задача маэстро – приобщить к такому искусству жителей городов, где никогда раньше не проводились концерты симфонических оркестров. Правда, Южная столица в этом списке стала исключением. Главный дирижер филармонического оркестра страны сочинскую публику назвал подготовленной, хотя, в принципе, зрителей не различает. Все отличия стираются после того, как люди вовлекаются в процесс того, что происходит на сцене, и когда исчезает вот эта граница между сценой и залом, тогда уже отличий нет. Тогда все заняты таким творением гармонии души, сотворением. Вот и все. Продолжение следует...